Друзья, всем привет! Сегодня мы будем заниматься кузовней. На примере Сандерос ТП-2 будем удалять мятинку на капоте. Но так как я в этом деле вообще профан, в этом нам поможет мой друг. Представься. Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Кузовней уже занимаюсь 7 лет. Хочу поделиться с вами своим опытом. Так как видосики начал снимать впервые, строго не судите. Не-не-не, судите. Вот как раз судите строго. Лайк, дизлайк, вот напишите, что пошло так, что не понравилось, что понравилось. Это крайне важно, так как ребята только начали снимать. Ролики будут входить у нас на канале. Бороду я отпускать не буду, как Диман. Поэтому погнали! Всем привет! У нас сегодня небольшой ремонтик. Приехал Рано Степвей с проблемкой в мятинку на капоте. Будем ее устранять. И немножко отошел бампер. И небольшая царапинка вот тут. Хозяин даже не знает, короче, как это дело все произошло. Опять я на тебя смотрю. Хозяин не знает даже, как это дело все произошло. Вечером поставил машину около дома. Вышел мятин. Интересно. Скорее всего, это велосипед. Кто-то шмякнулся. Что-то, что я с бампера зашелся. На чем едем? Обклеиваем зону повреждений малярной лентой для того, чтобы короче шкурки не задеть лишнее. Зашкуриваем зону повреждений. Обезжириваем. Шпакля подсохла. Зашкуриваем. Обезжириваем, наносим с обеществом. Наносим шпаклевку. Плавными движениями. Еще, зашкуриваем? Извините, ради бога. Вышкуриваем и сменятят шкурку. Второй сплошь поклевки. Так что? Третий слой может. Избиваем риску 320 шкуркой. Зашкуриваем 500 шкуркой поверхность, до которой у нас будет лежать грин. Начинаем грунтовать. Итак, друзья, мы как обычно решили перенести покраску на следующий день. Вот, сегодня мы приехали, обклеили автомобиль, перетерли грунт 800 шкуркой под воду. Сейчас приступим к нанесению вазы. Пойдем, пойдешь. Ебать! Ты меня, короче, нахуй бьешь. Что? Я не на той тачке приехал. Блядь! Мне же на субаре ебать! Серьезно? Кадр первый, дубль второй. Все-таки, короче, мы довезли базу с лаком до гаража. Сейчас будем ее наносить. Пошли мешать. На этот раз мы используем базу АГУ. Кажется, мало елся. Мне тут полмашины покрасить. Наименьшее количество пробрасило. А, наставим. Перед нанесением базы, как обычно, используем липкую салфетку. Ты, 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 ты... Ты... Ты, 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 ты... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я нанес для того, чтобы перекрыть грунт Третий слой был напыльный, сухой Чтобы маленько размыть пятно Чтобы не было видно под лаком Прошло примерно 15-20 минут Сейчас мы проходим базу липкой салфеткой и начинаем нанесать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло примерно минут 40 Прогреваем лак феном аккуратно Просто поддерживаем температуру Полируем лаком Полируем лаком Будем проходить весь капот Для того, чтобы у нас пятно заполированным просто-напросто не выделялось Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, мы закончили автомобиль Переход получился просто великолепный Сейчас ждем клиента Ну а вы смотрите видео, подписывайтесь и ставьте лайки Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok